Майские праздники. Мы решили поехать на рыбалку. Дочку я отвезла к маме моей, к бабушке. Поэтому сейчас мы едем на рыбалку, чтобы дальше я обязательно буду снимать. Приехали мы на прудик. Это не речка, это пруд. Конечно, природа здесь не особо шикарная. С шиншелком своим я тут травки никакой не нарву. Тут зато березки есть. Березок мы кромсаем. А вот это, наверное, иба. Не знаю, что это за дерево. Ну, в общем, ладно, будем ловить рыбу. Сейчас я покажу свою удочку. Вон муж мой ловит. В общем, потом сейчас я половлюсь. Потом березок нарву. Да, конечно, не в такое место я хотела съездить. Я хотела, чтобы было побольше травки для шиншел. Ну, ладно. Пойдем смотреть удочку. Вот такой мне муж купил удочку. Кстати, вот такой катушкой раньше я пользоваться не умела. Была мне раньше удочка с простой катушкой. А вот эта теперь понравилась больше. Сейчас я ее открою и будем ловить рыбу. Друзья, видите, кто-нибудь хоть мой поплывок? Где он? Не вижу. О, Атан. Зулочек мой. Так, все, ребят, ловлю рыбу. Потом покажу, если что-нибудь поймаю. Вот она моя удочка. Посмотрите, какое красивое отражение в пруду. Деревья, облака отражаются. Красота. Друзья, пришла я в другое место. Вон там поплывочек мой плавает. Смотрите, что я нашла своим шиншилкам. Это мать и мачеха. Может, это не она? Может, это не она? В общем, она. Вот они, цветочки. Она, мать и мачеха. В общем, надо потом листиков тут набрать. Тут их прям нормально, нормально. Потому что тут влага. Так, ладно. Ловим дальше. Утка вон она плавает. Дикая. Купает. Смотрите, как прикольно. Видите, ныряет прям. Опа. Рыбу ловит. Прикольно так. Рыбу, наверное, ловит. Камыши как раз. Где тут камыши? А, камыши вон там. Вон они. А, вон она. Вон она. Вот она приплыла ко мне поближе. Уточка. Она плавает и зовет своих. Никто не откликается. Потерялась, наверное. Слышите? Крякает. В общем, на небе тучи очень сильные. Вообще, говорится, не будет дождь. Смотрите. Небо какое. Гляньте, какая туча темная. Сейчас я закину, короче, удочку. И пойду. Хотя бы березок нарву. Вот немножко нарвала. Это мало. И может, иу еще сорвала. В общем, приехали мы домой. Разогнал нас дождик. Ничего не поймали. Нарвала вот я березки. Шиншилка. Потом покажу, что я буду с ней делать. Я ее помыла. И буду ее резать. И сушить на балконе. Покажу, что получится. И еще собрала вот немножко математчихи нашла. Листочки вот эти. Они очень полезны. Вставлю сейчас, для чего полезна математчиха. А лучше бы не пригождалось. Вот порезала я. Помыла березу. И порезала. Перерезала все. На такие веточки небольшие. Вместе с листиками. Потому что листики тоже. Шиншилки очень любят. Ну, конечно, свежие листочки нельзя давать. Поэтому будем сушить все. Вот такая у нас березочка получилась. Резаная. Здесь у нас крапивка сушится. Я крапивку собирала на даче. Вот я разложила математчиху. Математчиха, она противовоспалительная. Действует как противовоспалительное средство. При ранах. Рана, то есть рана заживляющая. И при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Поэтому математчиха может нам пригодиться. Пускай лучше будет. Так. А это у нас тут одуванчики сушатся. Одуванчики. Вот это уже подсушенные одуванчики у нас. А здесь у нас уже высушенные одуванчики. А здесь крапивка. Немножко посушила, насушила. А здесь кукурузка у нас сушеная с прошлого года. Это просто немножко осталось тут у меня. Мне жалко выкидывать, надевать хомячку. Пригодится шиншилка, может немножко пригодится. Пока снимаю, решила показать, какой у меня расцвел красивый цветочек. Это называется пеларгония. Смотрите, какие листики красивые. И цветочек. И вот еще. Я не помню, как он называется, название. Забыла. А вот этот вот тоже пеларгония, тоже расцветает. Это называется сорт граф каньон. Очень красивый, такой нежно-розовый. Только вот расцветает. На этом я заканчиваю сегодняшний обзор. Увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Продолжение следует...